В эфире программа «Дневной разворот». Еще одна интересная, я думаю, что заслуживающая внимания инициатива. Сейчас мы ее хотим обсудить. Да, как и обещала, гости у нас сменились. В студии Данил Усцов, член молодежного парламента Кировской области, заведующий лабораторией кафедры гражданского права и процесса юридического института ВЯТ. ГУ. Данил, добрый день. ВЯТСКОГО. Данил, рад приветствовать вас. У нас в телеграм-канале есть опрос по поводу гимна Кирова, который был создан в 2016 году. Я попросил наших подписчиков поделиться своим мнением, охарактеризовать. Знаете ли вы хотя бы одну строчку из этого гимна Кирова? У нас 90% не знают ни одной строчки из того самого гимна. Над рекой солнце всходит, освещает град святой городов России. Много, но милее, край родной. Вам известно, что был такой гимн Кирова? Я слышал про инициативу, но с текстом не знакомился еще. Да. Кстати, да, я даже нашел эту информацию. В прошлом году действительно администрация сообщала о том, что никаких обязательных, как это обозначено, никаких обязательных организационных процедур по поводу вот этого творения не было. Городская дума его не утверждала официальным символом города Кирова. Федеральные коллеги тоже никоим образом не в курсе происходящего. Так что называть его официальным, якобы гимном нашего города, нельзя. Ну, а, видимо, в случае с гимном Кировской области это все планируется предусмотреть или что? Конечно, безусловно. Что это официальным символом? Что это вообще за процедура? Она существует такая, да? Вот, смотрите, вся символика области у нас регулируется законами Кировской области. Соответственно, у нас есть герб Кировской области, флаг Кировской области, и каждый из которых утвержден соответствующим законом области. Для принятия гимна нужно соответствующее принятие закона. Вот, на сегодняшний день молодежным парламентам внесена инициатива. Для начала это еще только в молодежный парламент, на котором идет обсуждение этой инициативы. Ну, и в дальнейшем, после утверждения на пленарном заседании молодежного парламента, инициатива уходит в профильный комитет законодательного собрания, по действующей сейчас процедуре рассказываю, о которой, в свою очередь, комитет утверждает, отправляет нам снова, и мы уже как субъект законотворческой инициативы, законодательной инициативы, уже принимаем полноценный закон. Вот, ну, на сегодняшний день, скажу я вам, текста у нас и музыки не написано. Подождите, мы еще дойдем до этого. Инициатором этой идеи можно называть непосредственно вас. Да. Или группа вас там единомышленная. Ну, на самом деле, несколько человек, в частности, нужно отдать должное своим студентам, которые предложили мне реанимировать эту умершую идею по поводу гимна. На самом деле, история этого вопроса большая. Да, это было уже? Да, ну, это все только на уровне, к сожалению, кабинетных разговоров было, официальных подтверждений тому нет. Но идея уже витала давно. И еще в 2000-е годы, кто вот действующие сотрудники, приближенные к правительству, люди, рассказывали о том, что были идеи предложить гимн в свое время. Но, естественно, этот вопрос по каким-то причинам умер, стал и не продвигался дальше. Были даже те, которые предлагали, говорили, вроде бы, дайте нам денег, мы вам гимн придумаем. А при чем-то все закончены? И деньги. Вот, ну, это же музыкальное произведение. Нет, нет, я сейчас, конечно, в известной доле степени шучу, конечно, да. Поэтому тоже нужно питаться, да. Минимум. Вот, ну, и это все умерло, и, соответственно, сейчас, учитывая такую тенденцию, что Кировской области нужен символ единения своего рода, мы вот и решили реанимировать эту мысль. И считаю, что вполне достойная перспектива у этого есть. В общем, насколько мы поняли, сначала все-таки процедурные моменты, что да, должно официально быть законодательное разрешение, да? Для создания гимна, а потом уже, а что потом, кстати, конкурс будет, вот в 15-м году у нас как раз конкурс был, где мы выбирали гимн Кирова. Вот у нас и встал вопрос, в первую очередь, о том, каким же образом, какую же редакцию принимать. Естественно, у нас был вариант предложить свой текст и свою музыку, но без мнения общественности, извините меня, конечно, никуда не денешься. Свой, в смысле, созданный силами молодежного парламента? Да, условно, это нам процедурно позволяет сделать, предложить текстовку, соответственно, но мы решили отойти от этой идеи и, в первую очередь, спросить наших граждан области, нужен ли он нам вообще Тарас и какая версия устроила бы всех максимально. Вот, поэтому мы процедурно предложили поступить следующим образом. На сегодняшний день обсуждаем перспективу открытия конкурса на лучшую музыкальную композицию и стихотворение слов, да, гимна? По отдельности. Можно вместе, 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 вот. Законодательное собрание также говорит о том, что если мы предлагаем, мы должны этот вопрос сами решить. Соответственно, сейчас у нами разработан проект положения на конкурсе. На сегодняшний день он согласуется с законодательным собранием, с депутатами. И мы попробуем запустить этот конкурс, наверное, скорее всего, раньше принятия этой инициативы нашей законодательной для того, чтобы люди были в курсе, возможно, предложили какие-то свои идеи. Но это только проект. Это только проект. О примерных сроках пока ничего неизвестно. На последнем пленарном заседании было принято решение доработать инициативу. Доработать. Пленарка у нас была в конце марта, соответственно. Да, доработать в части чего? В части как раз таки... Каких-то технических моментов или... Нет, по техническим моментам пока ничего нет. Вот единственный, вот этот процедурный момент решите. То есть сначала конкурс или потом конкурс под принятие закона. То есть в законе бы предусмотреть отсылку к конкурсу и уже потом в последующем его провести. А вы бы, Данил, как вообще видели этот конкурс? Ну, в идеале, да? То есть люди должны сами предлагать. Нужно выбрать из каких-то знаковых личностей, я не знаю, музыкантов кировских. Ну, традиционно конкурсы у нас проводятся. Это создается конкурсная комиссия из представителей культуры, общественности, которые в свою очередь принимают эти работы, музыкальную композицию, стихотворение, выбирают. Но в случае с гимном, как считаю лучше сделать, это все-таки устроит своеобразный опрос. Жителей области. То есть опрос уже по поводу готовых вариантов. Да, да. То есть комиссия, условно говоря, могла бы отобрать лучшие варианты и на обсуждение общественности эти варианты положить. По такому же принципу отбирались символы 650-летия, да? То есть сначала конкурсная комиссия работала, а потом уже через... Да, я думаю, такая модель наиболее оптимальна, уже привычна нашим жителям области. Но вот пока идея только такая. А что нужно сделать, чтобы... Ну, предположим, да, все, мы уже выбрали, у нас есть гимн. Что нужно сделать, чтобы его не постигла та же самая участь, которая постигла гимн Кирова, как мы видим там по опросу. Забвение, да? Не то, что забвение. А было ли не... Чтобы забвение наступило, нужно, чтобы люди сначала это знали. Судя по всему, не особо и знали. Ну, вообще, музыкальная композиция и гимн, они, наверное, живы только в том случае, если их исполняют. Постоянно используются? Исполняют, знают, не знаю. Будет ли там предусмотрена процедура... То есть вслед за гимном России обязательно... Его исполнение обязательно где-то не в коллективах, не знаю, в образовательных учреждениях. Об этом уже думали? Этот момент учтен в проекте закона о гимне Кировской области. То есть сам закон определяет предмет, статус гимна, устанавливает описание воспроизведения, определяет официальное использование гимна, содержит субъекты правового регулирования закона, предусматривает случай обязательного, необязательного и допустимого использования гимна. То есть вот это все уже в законе-то есть. Обязательно, когда на ваш взгляд? Официальной церемонии, допустим, значит, награждения. Да, например, губернатор вручает накрады какие-то, да, жителям региона. Ну то есть я как-то след за гимном страной, правильно я понимаю? Получается так. Обязательно после воспроизведения гимна Российской Федерации. Это само собой. А, то есть первоочередной все-таки будет носить характер гимна. Российской Федерации, да. Предусмотрено ли, подумываете ли вы, вернее, еще так еще, конкретно еще рано обо многом говорить, некое вознаграждение автору гимна, как у нас вот бывало это в последнее время. Положение, проект положения о конкурсе, с нашей точки зрения, предусматривает выплату единовременно победившему в конкурсе отдельно за музыкальную композицию, отдельно за стихотворение. Но как это уже решит правительство в дальнейшем, законодательное собрание, естественно, за эти вопросы отвечать не можем. Вот за время обсуждения этой инициативы вы среди коллег в молодежном парламенте, среди более старших коллег из областного законсобрания слышали какие-то категорические доводы против? Категорических доводов против не слышал. Как в целом, да, коллеги? Критика была только со стороны, как раз таки, процедурных моментов. Почему закон предлагаете, а текста не предлагаете? Вот я этим и парирую, что вроде бы надо спросить для начала общественности. Наверное, с этого, с точки зрения, следует начать. Но поскольку мы, молодежный парламент, все-таки ограничены в организационных ресурсах, финансовых ресурсах, нам без помощи старших коллег не обойтись. Если говорить о конкурсе, то это должен быть официальный конкурс. Через администрацию или через правительство? Конечно, конечно, само собой. И поэтому правительство так или иначе в любом случае придется подключать, обращаться к ним за помощью. А они в курсе, да, что у законодателей вообще эта беседа идет? В курсе, концептуально, вот, ну, сообщили коллеги из законодательного собрания, что в курсе. Вот. Что касается, ну, с музыкой понятно, да, что касается текста, да, на ваш взгляд. Есть ли какие-то вещи, которые там обязательно, да, с текстом должны быть? Вот, да, я помню, когда в 15-м году, по-моему, да, проводился конкурс на создание гимна Кирова, там даже положение было какое-то очень большое, да, то есть прям вот там давались даже формулировки и термины, которые необходимо использовать. Ну, в общем, мы же понимаем, что гимн — это произведение, оно вдохновляющее. Слушай, не просто песни. Ну, конечно. Основные критерии указаны, опять же, в проекте положения, перечислю кратко некоторые из них, это высокий поэтический уровень, отражение истории Кировской области и ее самобытности, красоты исторических и природных достояний, торжественный идейно-патриотический характер, соответствие правилам русского языка, доступность для понимания людьми любого возраста, мелодическая выразительность, ну, это касательно музыки, торжественность, легкая запоминаемость. Вот примерно такие критерии мы выставляем с первонаперво. Непростая задача, надо сказать. Согласен, согласен. Чтобы всем и было понятно и легко запоминалось. При этом торжественно. Да, мы же прекрасно знаем, что у нас гимн Российской Федерации, не все, да, непоголовно знают его, но если мотив-то может быть, да, все-таки он с нами много десятилетий уже живет. Слушай, ну, мне кажется, основной провал наступает на втором куплете, поэтому, возможно, гимн нам сделать из одного куплета, чтобы таких проблем не было. Четыре строчки, которые все запомнят. Ну, насчет идеи присовокупить что-то еще к гимну Российской Федерации, это, наверное, перебор уже, да? Нет, нет, я имею в виду, что если рассматривать гимн Российской Федерации, то первый куплет, ну, согласитесь, первый куплет, как правило, все знают, а дальше уже возникают проблемы. Ну, потому что, во-первых, реже воспроизводится, если я в каких-то официальных мероприятиях очень часто его сворачиваю к этому моменту, вот, к тому, что, возможно, стоит предусмотреть, чтобы гимн был не сильно длинным, да, и его было легко запомнить. Компактным. Компактным, да. Компактный гимн. Так, буквально несколько секунд еще раз. Данил, когда вам больше определенности уже появится в вопросе? Больше определенности, ну, наверное, спустя еще месяц. Спустя месяц, то есть ближе уже к маю, к лету. Да, у нас, мы имеем право внеочередного пленарного заседания собрать, в том числе по этим вопросам, но пока работаем. Спасибо, да, на этом завершаем программу «Дневной разворот». Наш гость Данил Усцов, член молодежного парламента нашего региона Дарья Топузлиева. Владимир Смитаринов. До свидания, всего доброго, хорошего дня. Спасибо.